Мы направляемся туда, где еще не были. Это изменит вашу церковь. Благодать Божья помогает нам совершать то, чего истина требует от нас. Информация не может изменить людей. Трансформация — вот что нам нужно. Я хочу, чтобы мы вместе открыли Библии. Сегодня у нас вторая часть — видеоуроков «Сердце в огне». Начнем. И чтобы сэкономить время, откроем первое послание Петра. Найдите первое послание Петра в своей Библии. Первое послание Петра, а потом мы перейдем к шестой главе второго послания Коринфянам. Но начнем мы с первого послания Петра. Из первого занятия мы узнали, что Бог желает обрести в нас место обитания, духовный дом, верно? Мы прочтем из первого послания Петра, из второй главы. Я начну с четвертого стиха. Петр делает это утверждение. Он говорит, приступая к нему, камню живому. Все скажите, камню живому. Человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас верующих, драгоценность, а для непокорных, здесь я хочу остановиться. Прочтем снова шестой стих. Итак, он для вас верующих, драгоценность, а для непокорных... Вы знали о том, что слова «верить» и «не покоряться» — это антонимы? Если бы вы на уроке ответили, что антоним слово «верить» — «не покоряться», вам бы сказали, что это неправильно. Знаете почему? Потому что в современном языке слово «верить» не несет в себе значение послушания. Оно означает признавать или верить в существование чего-либо. Это главное значение слова, верно? Оно не имеет никакой связи с послушанием или непослушанием. Видите? Но здесь Петр говорит, «Если вы верите, вы покоряетесь Богу. Если не верите, не покоряетесь». Я докажу вам это. Оставьте закладку на этом месте Писания и откройте третью главу Послания к евреям. Там вы увидите. Проповеди в современной церкви ввели нас в заблуждение. Сегодня все, что мы пытаемся сделать, это побудить людей к признанию существования Иисуса. Но Яков сказал, «И бесы веруют и трепещут». Иными словами, у бесов больше страха Божьего, чем у некоторых из вас. Все, что мы пытаемся сделать, это чтобы люди произнесли молитву-формулу «Я верю в Иисуса, как в своего Спасителя». Так ведь? Апостол Яков пишет, «Бесы не идут на небеса». Они не идут на небеса, хотя и веруют, что Бог существует. Именно это Яков пытается показать нам. Видите? Посмотрим послание к евреям. Здесь Бог делает такое утверждение о санах Израилевых. В третьей главе, в восемнадцатом стихе. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его? Как ни против непокорных». Все скажите, «Как ни против непокорных». Девятнадцатый стих. Итак, видим, что они не могли войти. За что? За неверие. Как видите, здесь сказано, что непослушание и непокорность – это то же самое, что неверие. Иначе говоря, если вы верите, то вы будете послушны Богу. Доказательство вашей веры – это ваше послушание, а доказательство вашего неверия – непослушание. Об этом говорит Иисус. По плодам их узнайте их. Самое время сказать «Аминь». Хорошо, вернемся к первому посланию Петра. Мы говорим о том, чтобы быть домом духовным. Верно? Давайте посмотрим на это очень внимательно. Вернемся немного назад и прочитаем пятый стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Все скажите «Священство». Почему мы называемся священством? Потому что священники служат Богу. Они единственные, кто могут войти в его присутствие. Поэтому Петр говорит «Мы устрояем из себя священство святое». Смотрите дальше. Итак, «Он для вас, верующих, драгоценность, а для непокорных – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла – камень притыкания и камень соблазна». Интересно, что Иисус здесь называется камнем приткновения и камнем соблазна. Однако в последние 25 лет мы в Америке проповедуем так, что Он перестал быть камнем притыкания. Мы говорим о нем, как о маленьком камешке, мимо которого может пройти каждый. Иисус сказал «Я камень приткновения». Или вы разобьетесь об него, или этот камень упадет на вас и сотрет в порошок. Что это значит? Его слова могут оказаться для кого-то обидными. Почему? Потому что Он будет обличать те ваши качества, которые противоборствуют святому Богу. Поэтому мы, как верующие, должны с радостью принимать обличение. Смотрите. Продолжим читать. Восьмой стих. «Камень приткновения и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Девятый стих. «Но вы, род избранный». Все скажите «Род избранный». Царственное священство. Почему Он говорит «царственное священство»? Потому что только царственное священство может служить царю. Послушайте, только царственное священство может приходить в присутствие царя и говорить с ним лицом к лицу. Служители, находящиеся по рангу ниже царственного священства, могут дойти до определенного уровня. Но если речь идет о близком общении, только царственное священство может служить царю и иметь с ним общение. Вы понимаете? Народ святой – люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный. Все скажите «чудный». «Чудный» свой свет. Заметьте, не просто в свой свет, а в чудный свой свет. Знаете, я изучал этот вопрос и пришел к выводу, что мы сильно исказили английский язык. Я задумался о трех словах – чудесный, чудный и великий. Знаете, я нахожу их в переводе короля Иакова только тогда, когда речь идет о Боге и его качествах. Кроме описания Бога и его качествах. Больше вы нигде не найдете в Библии слов «чудный», «чудесный» и «великий». Само имя Иисуса чудесно. Подумайте, чудесный, чудный – это значит полный чудес, великий, внушающий благоговейный трепет. Видите, сегодня, когда мы смотрим фильм, мы восклицаем «чудесный» фильм, так ведь? Мы приходим в ресторан, где делают гамбургеры, и говорим «чудные гамбургеры», так? И я, как человек Божий, говорю «Бог чудный», и то же самое вы думаете о гамбургере? Вы понимаете? Кажется, мы теряем способность доносить до вас потрясающий образ Бога. Тут сказано «в чудный свой свет», не просто «в свет». Через минуту вы это увидите. Хорошо? Давайте повторим то, о чем мы уже говорили. Откроем 19 главу книги «Исход». А я напомню вам, пока вы открываете это место. Книга «Исход», 19 глава. Мы начнем с места, на котором закончили в прошлый раз. Книга «Исход», 19 глава. Вы уже открыли это место. Позвольте мне напомнить. В прошлый раз мы в 6 главе 2 послания Коринфянам читали о том, что сказал Бог. «У меня для вас, моего народа, есть обетование, я буду обитать в вас, я буду ходить среди вас, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Верно? И он говорит, «Выйдите из среды их и отделитесь». Так? «Не прикасайтесь к нечистому, и я прииму вас». Что значит «выйдите из среды их»? Здесь говорится о том, чтобы выйти из тьмы. Значит ли это, что вы не можете обедать вместе с грешниками? Нет. Тысячу раз нет. Иисус сказал, «Идите по всему миру, вам надо обедать вместе с грешниками». Вы со мной? Вы должны идти в эти места. Для чего? Для того, чтобы достичь их Евангелием. Обедайте вместе с грешниками, приглашайте их в свой дом. Мы должны идти в мир, но быть не от мира. Говоря, «Выйдите из среды их», он имеет в виду следующее. «Не стремитесь к тому, к чему они стремятся. Не живите так, как они. Не питайтесь того же духовного стола, что и они. Вы питаетесь со стола Господня, а не со стола бесовского. Они живут для себя, а вы для того, чтобы служить другим». Слова «выйдите из среды их» не имеют никакого отношения к тому, как вы одеваетесь, какая у вас прическа, или к чему-то подобному. Самое главное – это ваша жизненная цель. Главное, для кого вы живете. «Выйдите из среды их и отделитесь, и я прииму вас». Многие люди, читая эти стихи из 2-го послания Коринфянам, Павел говорит, «Имея такие удивительные обетования, очистим себя». Многие люди не понимают, о чем он говорит, потому что им непонятна вся история в целом. Поэтому мы и возвращаемся к ней. Верно? Позвольте мне сказать, в 29-й главе книги Исход, в 46-м стихе, Бог делает такое утверждение. Он говорит Моисею, «И узнает, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них». Вы все это слышали? В книге Исход, в 29-й главе, 46-м стихе, Бог говорит, «Я вывел их из земли египетской, для чего, чтобы мне обитать среди них». Помните, что сказал Бог? «Буду обитать с вами и ходить среди вас». Это то, что Он говорил снова, снова и снова. Исход, 19-я глава. Давайте снова прочтем 3-й стих. «Моисей привел народ к подножию горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так, скажи дому Яковлеву и возвестись нам Израилевым». Так? Позвольте мне сделать это утверждение. Я хочу убедиться в том, что вы понимаете это. Слово, которое Бог говорит здесь Моисею, не только для левитов. Я вас не слышу. Нет. Это слово для всего Израиля, вышедшего из Египта. У них еще нет священников. Они еще не начали свое служение. Бог говорит. «Такова Моя воля для каждого из трех миллионов человек, вышедших из Египта». Смотрите, что Он говорит в 4-м стихе. «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». На этом мы остановились в прошлый раз. Бог говорит «И принес вас к себе». Подчеркните эти слова в своей Библии. Запишите их. Смотрите, это удивительно. Он продолжает в 5-м стихе. «Если вы будете слушаться Глаза Моего, все скажите «слушаться». Люди думают, что это сильное слово, и оно на самом деле сильное. Следует что-то сказать о послушании, и мы скоро поговорим об этом. Бог говорит «Если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете для Меня особенным сокровищем из всех народов, ибо Моя вся земля». Теперь обратите внимание на 6-й стих. «А вы будете у Меня царством священников и народом святым». Откуда Петр взял это определение? Он сказал «Вы царственное священство, народ святой». Это то, что Бог говорил всегда. Мы начинаем видеть, как разворачивается история. Именно к этому Бог стремился все годы. В этом была Его воля для нас. «Я хочу обитать в вас. Я хочу ходить среди вас. Вы должны быть царственным священством, потому что царю может служить только царственное священство, и ко Мне могут приближаться только священники. Это относится к каждому из Божьего народа. Я хочу, чтобы все вы, весь народ, были царственным священством и служили Мне, чтобы вы были так же близки ко Мне, как и Моисей». Вот для чего Моисей привел народ к горе Синай, ведь там он встретился с Богом. Видите это? Посмотрите 10 стих. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра». Все скажите «сегодня» и «завтра». Смотрите, продолжаем читать. «Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню». Скажите «к третьему дню». Смотрите. «Ибо в третий день сойдет Господь на гору Синай пред глазами». Все скажите «пред глазами». Всего народа. В этих двух местах Писания сосредоточено так много. Понимаете? Оставшуюся часть занятий я потрачу на эти два места Писания. Прежде всего, заметьте, что Бог говорит Моисею. Он говорит «иди к народу и освяти его». Все скажите «освяти». Что значит это слово? «Осветить» значит «сделать святым». Вот что значит слово «осветить». А что значит «сделать святым»? Это значит «отделить». Когда говоришь об освящении, многие люди начинают нервничать. Верно? Они понимают это так. Нам нельзя делать это и то. Я понимаю это по-другому. Позвольте мне привести в пример женщину, которая была избрана для того, чтобы стать женой царя. В те времена, если женщину выбирали для роли жены царя, знаете, что происходило? Ее забирали из ее обычной среды во дворец, и ей прислуживали евнухи. Помните, как это было с Есфирию? Следите за ходом моей мысли. Эту женщину готовят для союза с царем. Она не может, да и не хочет жить, как обыкновенные женщины царства. Она с радостью говорит «Я больше не хочу жить так, как все обыкновенные женщины в городе». Она так говорит, потому что знает, она будет наедине с царем в его опочивальне. У всех остальных женщин никогда не будет такой возможности. Она будет для царя самым близким человеком. И она с радостью говорит «Я с удовольствием меняю эту жизнь на эту». Именно это имеет в виду Бог, говоря «Осветите себя. Отделите себя для меня, чтобы у нас были близкие отношения». Вот что Бог говорит здесь. «Я избавил вас, вывел вас из Египта, а теперь вы избавьтесь от Египта в вас». Именно это Он и говорит. Тут говорится «Пусть вымоют одежды свои». Все скажите «Вымают одежды свои». Оставьте на этом месте закладку и откроем седьмую главу второго послания Коринфянам. Я хочу показать вам связь. Второе послание Коринфянам, седьмая глава. В седьмой главе продолжение того, что мы читали в конце шестой. «Я буду обитать в них, ходить среди них. Я буду их Богом, а не Моим народом». Это обетование, правильно? Так? Седьмая глава, первый стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования. Какие обетования? О том, что Бог обитает в нас, ходит среди нас. О том, что Он наш Бог, а мы Его народ. Очистим себя. Все скажите «Очистим себя». Скажите еще раз. Еще раз. От всякой скверны. От некоторой скверны. Нет. От всякой скверны плоти и Духа. Помните, что сказано в книге Исход. «Пусть вымоют одежды свои». Теперь Павел говорит то же самое. Вы должны очистить одежды плоти и одежды Духа. Почему Моисей говорит им омыть одежды? Потому что на них грязь из Египта. Омойтесь от грязи египетской. Знаете, что Бог говорит нам? Очиститься. Это ваша ответственность. «Я избавил вас из мира, а теперь вы избавьтесь от мирского внутри себя». Очистите одежды плоти и одежды Духа. Заметьте, Он не говорит «Кровь Иисуса очистит вас». Да, это как предупреждающий знак. Вы заметили, что Он не говорит «Вас очистит кровь Иисуса». Вы скажете «Да вы что, неужели вы говорите, что кровь Иисуса не очищает нас?» «Нет, я сказал вовсе не это». Я такого не говорил. Но позвольте мне объяснить, почему эти слова могут вызвать возмущение у некоторых. Потому что мы путаем оправдание с освящением. Оба эти слова очень важные. Мы уже говорили об освящении, верно? Теперь поговорим об оправдании. Оправдание было приобретено для нас на Голгофе. И в момент, когда вы принимаете Иисуса Христа своим Господом, вы принимаете и оправдание, потому что в этот самый момент ветхий человек в вашем духе умер, и родилось новое духовное творение. Вы стали совершенно новым творением, с новым сердцем. Бог вложил в вас новый дух по образу и подобию Божьему. Но в момент, когда вы были оправданы, началось действие освящения, началась внутренняя работа. Оправдание мы получаем как дар. Вы ничего не можете сделать, чтобы заработать его. Вы понимаете меня? Но в деле освящения есть и наша часть. Все скажите, сотрудничество. Сотрудничество между человеком и Богом. Чтобы человек стал чист от скверны Египта, от скверны мира. Аминь. Итак, возвращаемся к 19 главе книги Исход. Я хочу показать, что это относится к нам. Пожалуйста, Исход, 19 глава. Я хочу показать вам это сотрудничество. В первом послании к Оринфинам, в первой главе, в 30 стихе сказано, что Иисус — наше освящение, что Он сделался для нас освящением. Аминь. Тем не менее, в первом послании к Фессалоникийцам, которое тоже находится в Новом Завете, в 4 главе, в стихах с 3 по 8 говорится, «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свое тело в святости и чести, а не в страсти похотенья, как и язычники, не знающие Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к тому, чтобы жить святой жизнью». Вы слышали это? Все скажите «святой». Я дам определение святой жизни позже. Святой жизнью. Итак, непокорный, непокорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Позвольте мне сделать такое утверждение. Иисус дает нам благодать для освящения, но мы должны сотрудничать с Ним, очищая себя силой этой благодати. Вы поняли? Хотите, скажу еще раз. Иисус дает нам благодать для освящения, но мы должны сотрудничать с Ним, очищая себя силой этой благодати. На следующем уроке я буду говорить об этом. Снова прочтем 19 главу. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои». Теперь видите связь между этим местом и первым стихом 7 главы 1 послания Коринфянам? Видите? «Чтобы быть готовыми к третьему дню». Все скажите «к третьему дню», ибо в третий день сойдет Господь на гору Синай перед глазами всего народа. Это пророческое местописание, которое относится не только к ним, но и к нам. Кто из вас знает, что один день для Господа, как тысяча лет? Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Здесь написано «Не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Иначе говоря, у Бога один день, как наша тысяча лет. Он говорит «Освяти его сегодня и завтра». Сколько это дней? Два дня, верно? Сколько лет прошло с того момента, когда Иисус был воскрешен из мертвых? Две тысячи. Мы сейчас живем во времена, когда оканчиваются эти две тысячи лет. Иисус воскрес в 28-29 году нашей эры. Помните, что Тит разрушил Иерусалим в 70-м году. Иисус воскрес в 28-29 году нашей эры. Поэтому мы сейчас находимся в конце второго дня. Смотрите, что тут говорится. «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, чтобы быть готовыми к третьему дню». А что такое третий день? Это третье тысячелетие. Третий день — это тысячелетнее царство Христа, когда Он будет царствовать в славе на этой земле. Смотрите, что здесь сказано. «Ибо в третий день сойдет Господь на гору Синай пред глазами всего народа». Вот что Бог говорит нам. Все эти две тысячи лет — ваша ответственность — освящаться, очищаться от скверной плоти и духа и готовиться к моей грядущей славе. Посмотрим книгу пророка Осии. На следующем уроке все будут восклицать от восторга, потому что мы будем говорить о времени, когда Господь сойдет с небес на землю. Вам это понравится? В книге пророка Осии в 6 главе говорится «Пойдем и возвратимся к Господу». Это послание истинного пророка, потому что он все время призывает народ вернуться к Богу. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня». Через две тысячи лет Он оживит нас. Приготовьтесь к величайшему пробуждению с всех, что вы видели на планете Земля. Скоро мы войдем в Него. Знаете, что Бог сказал мне 17 лет назад, когда я молился? «Сын мой, после того, что ты увидишь в своей жизни, события книги «Деяний» покажутся тебе детской игрой». Он сказал, «Стаяние солнца будет в семь раз сильнее в те дни, которые ты увидишь, чем во времена, описанные в книге «Деяний». Я сказал, «Господи, но ведь то, что описано в книге «Деяний» — это потрясающе». Я сказал, «Вначале они прятались в горнице, потом вышли, и три тысячи человек спаслось. После того, как апостолы вошли в храм, спаслось пять тысяч, еще прежде, чем они успели призвать к молитве покаяния. Они не успели, потому что их арестовали. Потом они помолились, и здание сотряслось. Потом было время пожертвований, и два человека упали замертво. После этого апостолы пошли на улицы, и люди исцелялись. Это все равно, что пройти по всем больницам города, после чего все люди исцеляются и выбегают здоровыми. Я сказал Богу, «Люди приходили к тебе целыми городами, и спаслось не только 20 тысяч, как насчет остальных трех миллионов». В Библии сказано, что в последующие два года вся местность Малой Азии услышала слово Господа. Все люди, жившие в Малой Азии, услышали слово Господа. У них не было спутников, у них не было радиотелевизоров, у них не было Библии, не было даже велосипедов. И я добавил, «Это сильно, Господь. Я хочу подтверждение от тебя». Господь сказал, «Разве я не сказал, что лучшее вино сберегается напоследок? Разве я не сказал, что слава последнего храма будет больше прежнего? Разве я не сказал, что прежний дождь я изливал умеренно, в сравнении с тем, что я еще сделаю? Разве я не сказал, что конец вещи лучше ее начала? В 30-й главе книги Исаии говорится о том, что когда народ избавится от идолов, начнется дождь, и когда начнется дождь, свет солнца будет светлее всемера. Скажу вам, когда в Чикаго идет дождь, солнце не светит в семь раз ярче. Он говорит не о природных явлениях, а о духовных. Слава Иисуса будет в семь раз сильнее, чем в книге Деяний. Почему? Потому что когда вор, сатана, пойман с поличным, он должен возместить всемера. Иисус ушел до времени, но он вернется, чтобы восстановить все. Вы понимаете? Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня. Готовьтесь, как я сказал, мы идем туда, где мы еще не были. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Бог сказал, что сойдет с небес перед глазами, перед лицом народа. Сейчас мы находимся в эпохе церкви, мы живем во времена ожидания, непосредственно перед тем, как Господь явит Себя, придет в Своей славе на наших глазах, так же, как они через два дня должны были увидеть, как Господь сойдет на гору перед глазами их. Что нам надо делать? Пророк Осия говорит в третьем стихе. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его. Знаете, что Он говорит? Второе пришествие Иисуса, как заря. Не важно, сколько вы поститесь, сколько молитесь, сколько танцуете или делаете что-то еще, вы не измените время восхода солнца. Это значит, что Иисус придет независимо от того, готовы вы или нет. Он придет в славе, и перед Его пришествием вам лучше осветиться. Настало время оставить посредственные формальные отношения с Богом и установить живые и мощные отношения с Ним. Огонь ревности по Богу вам поможет зажечь книга Джона Бивира «Сердце в огне». Свяжитесь сегодня же со служением посланник и закажите свой экземпляр книги Джона Бивира «Сердце в огне». Ваша цена со скидкой – 14 долларов в Соединенных Штатах, 20 долларов в Австралии и 9 фунтов стерлингов в Великобритании. Вы также можете заказать полный комплект серии, включающей в себя 6 получасовых видеоуроков на 6 дисках DVD, книгу и рабочую тетрадь. Полностью это учение можно также получить на 6 аудио-сиди. Для оформления заказа позвоните нам или посетите наш сайт. Звоните по указанным номерам телефонов США, в Австралии, за ее пределами, в Соединенном Королевстве и за его пределами. Мы ждем от вас известий. В Австралии, 1-300-650-577. В Австралии, 61-2-9679-4900. В Австралии, 0800-9808-933. В Австралии, 442-1-442-288-531. Мы ждем от вас. Спасибо, что смотрели передачу «Посланник». Надеемся, что это слово ободрило и заставило вас задуматься. Для того, чтобы получить это мощное послание и более подробную информацию, посетите наш сайт или свяжитесь с нашим офисом в США, Австралии, Соединенном Королевстве и за его пределами по указанным номерам телефонов. В Австралии, 1-300-650-577. В Австралии, 1-300-650-577. В Аюрнете, 0800-9808-933. В Аюрнете, 1-300-650-577. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...